Видеть сердце. С таким девизом юные добровольцы Орлёнка постигают азы социального проектирования. В детском центре подходит к завершению второй фестиваль социальной рекламы. Активисты с разных уголков страны в течение смены разработали и защитили проекты, которые в дальнейшем будут реализовывать в своих регионах. О том, как создаётся доброе дело, расскажет Дарья Туранова. Провести социально значимое событие, повлиять на сознание людей и привлечь внимание к проблемам экологии современного общества. Только на первый взгляд задача кажется невыполнимой. Эти ребята знают решение. Они уже приступили к написанию сценарного плана и проведению съёмок. У Юлии Диденко дебютная работа в сфере социальной рекламы, но первый опыт вдохновил и на создание видеоролика, посвящённого актуальной проблеме в её регионе. В дальнейшем я хочу снять социальный ролик на тему экологии, так как эта тема самая актуальная сейчас. И вообще сейчас природа очень сильно загрязняется. Эта проблема, думаю, волнует многих и не только меня. Ваша задача – читать эту статью очень громко и чётко и понятно. В течение смены с ребятами занимаются опытные специалисты и кураторы программы. На встречах мальчишки и девчонки знакомятся с актёрским и ораторским искусством, а также с особенностями видеодела. Нос, рот – это самый крупный, это сверхкрупный план. Я считаю, что видео играет огромную роль во всём социальном ролике, потому что именно с помощью видео, с помощью звука, с помощью визуальных эффектов мы можем донести до человека идею, которую придумал режиссёр. На фестивале социальной рекламы орлят обучают различным формам воздействия на аудиторию. Так, к примеру, творчески оригинальные ребята призывают беречь окружающую среду. По мотивам народной сказки, по щёчьему велению, орляты поставили спектакль, который рассказывает о том, как следует заботиться о природе. Некоторые люди, увидев это, может быть, задумаются, выбросить это на улицу или в мусорное ведро. Для меня планета представляется так – это чистые луга, бегают животные по этим же лугам, птички летают, поют. И что мы можем сделать – это также сами участвовать в каких-то экологических акциях, создавать эти экологические акции и агитировать людей. От слов к делу. Провести акции всероссийского масштаба и наладить деловые контакты – последний этап подготовки проекта. На итоговой конференции «Социальный проект в действии» ребята представляют свои разработки и находят единомышленников. А опытные кураторы подсказывают, как правильно подойти к реализации идей. Они везут с собой целый багаж. Мы всё это в электронном виде. Все сценарии, они могут всё использовать. Все наши дискуссионные беседы, все наши мероприятия – они всё с собой увозят, чтобы дома вы видели эти проекты. Они хотят это использовать. Они хотят призывать людей к раздельному сбору мусора. Они хотят заниматься экологическими проблемами. Ксюша приезжает в Орлёнок уже второй раз. Она президент молодёжной общественной организации в Кемеровской области. У неё есть мечта – объединить всех неравнодушных к социальным проблемам ребят Сибирского автономного округа в одном общественном объединении и содружества. Этот проект я решила начать проводить именно в Орлёнке, так как здесь собираются многие участники детских общественных объединений. И я здесь как раз могла найти себе вот именно потенциальных участников. Это очень удобный проект, потому что он действительно интересен подросткам. Потому что пока мы молоды, нам всё интересно. И вот эта школа актива, она поможет раскрыть лидерские качества. Может быть, поможет научиться писать социальные проекты, делать социальные акции. Этим мы и будем заниматься на моей школе актива. Впереди у этих ребят большое будущее. Ведь уже в столь юном возрасте многие из них разработали цели, задачи и выбрали вектор движения. Курс на добрые дела. Дарья Туранова, Денис Гилёв, Алексей Кузьмин, телеканал Орлёнок ТВ.